Всем привет! Это очередной выпуск неправильного обзора ножей. И тема нашего сегодняшнего неправильного обзора Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не собирало тактическую спарку. Да, вот я сделал такую тактическую спарку. Что такое спарка? Ну, обычно под спаркой мы понимаем что-то вот такое вот скандинавское, когда у вас в одних ножнах два ножа. При этом ножи как бы должны дополнять функционал друг друга. В данном случае у нас есть вот такой вот большой универсальный нож, который можно делать всякую работу. И вот такой вот небольшой совсем ножик для того, чтобы делать точную работу. Например, для того, чтобы работать по дереву. Вот в этом состоит принцип спарки. Несколько ножей с несколько отличающихся функционалом, которые дополняют один другого. Ну, а я от нечего делать сделал себе вот такую вот тактическую спарку. Ну, и, во-первых, я должен сказать, что я не верю во всякое это тактическое. Все эти тактические ножи, это у меня так далеко. И вообще, и вообще, вот эти вот игры в милитари, в маскулинус, все это типа такой маркетинг, что... Ну, вот смотрите, это ж милитари, маскулинность, маркетинг, МММ, правильно? Короче, товарищи ищут своего, значит, этого, Леню Голубкова, который будет просто, значит, нести им деньги и не забирать их обратно. Понимаете? Говорит, вот такой вот бизнес. Вот к чему они стремятся. И тем не менее, я вот собрал вот такую вот себе спарку. Почему? Да потому что мне просто нехать делать. Сидишь ты такой рядом с своей полочкой, думаешь, блин, а что бы сегодня, какое бы сегодня новое видео снять? И было бы неплохо в нем сделать что-то такое, что никто не делал. И тактическую спарку никто не делал. Наверное, потому что думают, что это не нужно. Но на самом деле это нужно. Я вот на днях посмотрел документалку о тактических ножах. Да-да-да. Я посмотрел документалку. Так вот, там рассказывается случай из этого, из вьетнамской войны, когда, значит, американские солдаты траванулись. И было непонятно, чем они траванулись. И прошло, значит, исследование, расследование произошло. И выяснилось, что товарищи американцы одним и тем же ножом резали себе еду и Си-4. А Си-4 это такая токсическая, пластическая взрывчатка. Токсичная очень. И, короче, остатки этой взрывчатки на ноже вызвали у этих людей отравление. Поэтому даже вот в таких вот тактических ситуациях имеет смысл иметь два ножа. И вот я для себя их подобрал. Правда, нужно сказать, что здесь вот изначально вот этого вот... Вот этого вот всего не было. Сейчас я покажу, как это было изначально. Изначально оно было вот так. Вот, 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 да, да, да. Это он, это Fox Big Swaggy. Вот, смотрите, какой весь из себя такой классный. Так вот, изначально здесь, значит, все было так застегнуто. А вот так вот оно было вот так вот вставлено. И вот здесь вот еще вот так вот застегнут. То есть, изначально это было вот в таком вот виде. Вот я его так покупал. Но эта штука многофункциональная. Здесь есть разные возможности, как сказать, поиграться со всем с этим. То есть, вот у нас есть вот такая вот сумочка, куда этот нож можно спрятать. Тут вот этот многофункциональный подвес, на все возможные маули и все остальное. И я подумал, значит, во-первых, вот этот нож у меня стоит все время на полке. И на полке он, конечно, классный. Он вообще выглядит прикольно. То есть, ну, офигенский ножик, прям скажем, мне очень нравится. Есть вот такая вот возможность для хвата. Вот такая вот возможность для хвата. То есть, ставишь его на полку, и любой колд стил отдыхает. Это прям прикольно. Это вот такой вот конкурент экстрема рати. Если вы хотите что-то классное себе поставить на полку, а на экстрема рати за 600 евро у вас нету? Какой-нибудь фэтбой. На это у вас пока денег нет. Купите себе мисс Ваки. И подождите, пока китайцы сделают его реплику. Вот такой классный, прикольный ножик. Но, как я уже сказал, вот он мне был вот. Вот в таком виде я его купил. И что сказать? Это прикольно, это классно. Но есть одно но. Сейчас я вам покажу. Вот так вот этот нож вставляется в ножны. И если мы это откроем, достанем нож. И посмотрим вот сюда вот. Мы увидим, что здесь вот что-то значит, что-то не так с покрытием. Я объясню, что здесь не так с покрытием. А вот эта вот проставочка пластиковая, она вот это, значит, прекрасное покрытие отсюда сдирает. И, соответственно, я понял, что носить нож вот так вот в ножнах, вот как оно, вот как я его купил, как оно прилагается. Это несколько, это несколько портит его товарный вид, потому что, ну, приходится его ставить на полку вот в таком виде, где это не видно. Ну, ладно. Зато видно надпись Fox. А вот надпись себе сваки и все остальное. То это вот ее не видно. А все почему? Потому что здесь вот есть вот такая вот херобор. Вот, видите, все из-за этих ножен. Поэтому, поэтому я принял решение носить этот нож в кармашке. Очень, очень прикольная штука с такой прикольной вот этой вот, как она называется, бекарты, в общем. Здесь у нас есть вот такой вот предохранитель, да, да. Это вам не этот, не Axiex Lock, это именно что предохранитель Backlog. Вот, видите, Backlog не этот. Естественно, все здесь прям, ох, как крепко. В общем, нажимаем, снимаем предохранитель, нажимаем на Backlog, складываю нож и засовываю вот сюда вот в кармашек. Прикольно, классная система. И, по идее, будь я адекватным, ну, ладно, будь я, так сказать, разумным пользователем ножа, я бы просто вот этот вот кармашек бы отсюда с этого подвеса снял бы, ну, и повесил бы куда-то, куда бы я в этом мог подвесить. На ремень, например. Но, я же этот, как он называется, экспериментатор, я подумал, блин, а вот здесь же есть место, куда можно вставить нож. И что же, что же получается, у меня нету ножа, чтобы туда вставить. Я, значит, подошел к своей, значит, ну, своему развалу с ножами и начал перебирать, какие у меня есть ножики вот такого типа, как вот этот, как вот этот мисваки, вот в такой же вот архитектуре. То есть, архитектура здесь достаточно прикольная. Вот здесь вот одно, один, так сказать, подводик с одной кромкой, здесь другой, так сказать, подводик с другой кромкой. Вот спуски здесь высокие, здесь как бы пониже, что прям, скажем, ну, ну, не знаю, в общем, по идее для рубки как раз должно быть наоборот, но, видимо, чтобы не это. Короче, вот я что-то искал в таком же формате. Начал пересматривать свою, свой развал с ножами. Ну, и первое, что я нашел, это был вот такой вот вальтер. Вот, не смотрите, что он немножко грязный. Я им тут недавно что-то, что-то делал и забыл сказать им его после этого помыть. И вот его, если сюда вставить, ну, прям, ну, прям отлично, идеально вставляется. Единственное запаро в том, что вот здесь вот, ну, вот как-то застегнуть его проблематично. В принципе, можно вот эту штуку отодрать. Вот так вот. Вот так вот сюда приклеить. То есть, видите, вот здесь есть такие вот возможности. Возможете все это сделать. И потом, если постараться, то можно, то можно натянуть вот здесь вот. Вот эту вот сову на глобус. Как-то. О! И после этого вы получаете вот такую вот спарку. У вас будет и вальтер, и фокс. И все это, и все это, конечно, будет. Эх, сложновато каждый раз делать. Поэтому я подумал, что, эх, нужен какой-то другой ножик. Такой же по типу, такой же бесполезный и дурацкий. Я вспомнил, и я вспомнил, что у меня есть, что у меня есть бекер, бекер-трекер. И обычно этот бекер поставляется, он поставляется вот в такой коробочке, вот с такими вот причиндалами. Вот есть, есть вот такой кайдекс, здесь есть вот такая вот, типа, чтобы можно было вешать себе на пояс, типа тег-локом. И вот, по идее, значит, вот его нужно носить, его нужно носить вот так вот, и он будет классно, он отсюда ничего вот не дребезжит, не выпадает. Но я придумал лучше. Я придумал его воткнуть вот сюда вот. Итак, приклеиваем этот, снова этот. И вставляем ножик. Вставляем, 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 вставляем. Оп, и теперь вот это вот можно, можно защелкнуть. Вот так вот. Мы не той стороной его вставили. Вставляем другой стороной, вот так вот. Вставляем, 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 вставляем. О! Вставили. Уже еще что-то порвали, походу. Так. И, о! Та-дам! Посмотрите, посмотрите, что это у нас здесь. Что это у нас здесь? Что у нас здесь выпало? Неважно. Опа! Мы получили спарку. Мы получили спарку тактических ножей. У нас есть вот такой вот складной нож. Для какой-то мелкой работы. А если мы захотим сделать что-то грубое, что-то такое, что требует от ножа прям. У нас здесь вот такой вот бекер. И это прям, и посмотрите, насколько хорошо они между собой совпадают. Прям здесь микарта, здесь микарта. Вот здесь вот такие вот геометрия лезвия. И здесь вот такая вот геометрия лезвия. Тоже, блин. Я почти уверен, что это покрытие будет стираться точно так же, как и это покрытие. Так что и здесь тоже. И здесь тоже я прям думаю, что я угадал. Что по сталям? Здесь у нас 1090, если я не ошибаюсь, или 1075. Какая-то ржавейка. Но это прикольно, потому что она режет. А здесь у нас, если я не ошибаюсь, 690. Да. 690 кобальт. То есть прям вот как оно должно быть здесь в Мадьяго. Прям все дела. Прям кайф. Тоже, тоже можно этим ножом прям что-то сделать. Но понятно, что вот этот вот, вот такой вот толстенный фулл-танк прям позволит тебе сделать намного-намного больше. И вот такая вот у меня вот тактическая спарка. Вот все-таки что-то отсюда. Пошло ты. Что-то отсюда выпадает. Поэтому если это сюда вставить, это прям, это прям прикольно. Вот такая вот, такая вот интересная фигня. Со мной сегодня случилось. Я просто не мог с вами ею не поделиться. Идея же гениальная. Таскать два ножа вместо одного. Прям, прям вообще прям. Мы диванные тактикульщики на все готовы, чтобы по-вы-ебываться. Ну и вот будем считать что-то вот один из таких примеров. На этом этот неправильный обзор будет закончен. Традиционно хочется пожелать не будь бомжом. Ходи с ножом. Вот такую вот приколюху я ее себе повешу. Прям вот в таком виде. Потому что мне не нравится вот это вот. Ну, это кайдекс. Это все такое. Сюда может тем более что-то другое засунуть. В принципе. А вот. Ну, немножко там зажигалочкой поработаешь. И можно засунуть. А вот это вот прям вот в таком виде. Прям это спасибо вот этому вот интересному подвесу. Здесь прям оно. ФКМД. Фокс, Кнайф, Билитари, Дивизион. Да, Билитари, блядь. Маркетинг. Маркетинг, Дивизион. Здесь должно быть написано. Вот здесь должно быть написано. Маркетинг, Дивизион. Вот так оно должно переводиться. ФКМД. Фокс, Кнайф, Маркетинг, Дивизион. Другого применения у этого всего нет. Но что поделать, живем в таком виде. Итак, не мы такие, мир такой. Пока.